Владлен Татарский сам воевал на Донбассском фронте и находился непосредственно в боевых порядках, служил в разведподразделениях и в пехоте. Владлен, сейчас складывается такое ощущение, что мы, я имею в виду народная милиция, силы в Донбассе, заметно уступаем противнику в насыщении вооружением и современными различными техническими системами. Насколько это близко к действительности? Ну, смотрите, давайте начнем с простого. Украина наладила выпуск стурна ПТРК. Их, конечно, не так много, как старых фаготов, но, тем не менее, они их выпускают, выпускают ракеты. Лично применяли эти установки прямо на моих глазах, попали в МТЛБ. Эта установка бьет на километр больше, чем, например, фагот. Учитывая то, что все ракеты у народной милиции очень старые и бывало такое по 6-8 пусков, которые заканчивались обрывами. То есть у них есть современное оружие, значит, у народной милиции нет. Плюс оно бьет дальше. Плюс у украинской армии появилось гораздо больше высокоточных дальнобойных винтовок, которые поставляют им друзья натовские. На вооружении народной милиции, конечно же, большая часть винтовок – это СВД. Какие-то списанные старые охотничьи манлихеры. Какие-то, ну, то есть, да, есть и АСВК Корт, и, ну, это все, не секрет, это все видели, но оно бьет на полтора километра. Да, там бьют на два километра. То есть, опять же, и шире применяют. Вот в этом, опять же, мы проигрываем. Следующее в чем? В том, что они активно применяют беспилотники. Да, они активно применяют ударные дроны, сбрасывают гранаты, специализировано уже выпускают боеприпасы под ударные дроны. Вот. У них плюс появились Байрактары, и сейчас украинские, ну, значит, офицеры учатся ими управлять, да. Кстати, возвращаясь к ПТРК, помимо стугны, да, все знают, что у Украины есть джавелины, у Украины есть спайки израильские. Это вообще комплексы третьего поколения, у которых в российской армии их, ну, как бы, мало, да, и в основном где-то в ССО, в ГРУ, в пехотных частях. Я, например, специально интересовался, не знаю, чтобы там были корнеты нового поколения. А у украинской армии все это есть, и все это нацелено, конечно же, в первую очередь, вот, на Крым и потом на Донбасс, да. Вот, и в случае возобновления активных боевых действий, значит, соревноваться будет все труднее и труднее. Добавим к этому какие-нибудь управляемые боеприпасы, ну, все это в совокупности, конечно же, заставит нас понести очень большие потери. Вот, мы у нас перед глазами пример, значит, войны в Карабахе недавно, да, где, кстати, спайки применялись активно, где все, все, все новинки активно применялись азербайджанцам. Мы все видим, к чему, что произошло. За короткое время, ну, относительно, понятное дело, короткое время, но учитывая, что это все горные районы, да, за 44 дня армияне понесли поражение и подписали договор, по которому они лишились там 75% своей территории. Нам нужно все менять. Нужно менять на Донбассе полностью военное управление, полностью нужно менять тактику ведения войны, все менять абсолютно, какие-то доводить до бойцов и офицеров методички, новые, по новым, как сказать, новым условиям и требованиям войны, ну, абсолютно ничего этого нет, все происходит по старинке, все происходит так, как будто, ну, ничего не происходит, как будто мы армия мирного времени. Чем это грозит? Ну, я же говорю, вот пример Карабаха хороший, чем это грозит. Допустим, допустим, конечно же, Россия вмешается, но, во-первых, в какой срок она вмешается? Мы помним, в Грузии, на это понадобилось, грузины зашли в Цхинвале, да, были убиты и ранены среди миротворцев, да, наши успели вмешаться. Мы видим, Россия вмешалась в Карабахе, когда Карабах уже все проиграл, да, туда зашла миротворческая бригада. То есть это все будет зависеть от реакции России, а нам бы, народной милиции, да, нужно, значит, за это время, пока идут эти большие политические процессы, нам бы нанести максимальный урон противнику и максимально его задержать врага, ну, не отдать ни пяди своей земли. Вот такая стоит у нас задача. Но сможем ли мы ее выполнить, когда у противника не только численное превосходство, колоссальное, но еще и начинается колоссальное техническое превосходство? Вот в этом вопрос.